Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Чехия сообщила о готовности транспортировать газ в Европу вместо Украины. Одна из наиболее по-руссофобски настроенных стран ЕС Чехия вновь подтвердила свой статус. Министр промышленности и торговли указанной страны Йозеф Сикела направил письменное обращение Еврокомиссару по энергетике к Адре Симпсону, в котором сообщил о готовности Чехии обеспечить транзит газа странам Восточной и Центральной Европы после прекращения Украины транзита этим странам российского газа. Сейчас основными получателями российского газа, идущего через украинскую ГТС в Европу, являются Австрия и Словакия. Йозеф Сикела в своем обращении в Брюссель отметил, что мощность чешской газотранспортной системы позволяет прокачивать через нее объем газа достаточный для удовлетворения газовых потребностей всех стран, получающих сейчас российский трубопроводный газ через территорию Украины. По мнению Сикелы, украинское руководство ясно дало понять, что оно, российский газ через украинскую ГТС в Европу со следующего года, транспортировать не будет. Это создаст для европейских получателей российского газа серьезную проблему. Однако Чехия ее готова решить, выступив в роли нового энергетического хаба. Нетрудно догадаться, что за указанным предложением чешской страны видны американские уши. Белый дом всячески стремится остановить поставки российского газа в Европу. Эти поставки вредят американским газовым компаниям и поддерживают низкие для них цены на голубое топливо. Прекращение экспорта российского газа через украинскую ГТС позволит США снизить российский трубопроводный газовый экспорт в 2025 году на 12 миллиардов кубов. Однако в Белом доме опасаются, что значительная часть этого газа будет замещена российским жиженым. Для недопущения этого США, вероятно, предложили Чехии стать новым энергетическим хабом и получить новый и достаточно крупный для этой страны источник бюджетных доходов, но с одним важным условием. Чехия обязана воспрепятствовать транзиту через свою территорию российского жиженного газа, а заодно и азербайджанского трубопроводного. Чешское руководство такое заманчивое предложение вполне устроило. Чешский министр Сикела заявил, что Чехия не допустит поставок в Европу через свою ГТС не только российского газа, но и любого другого, который может поступать в ЕС под видом российского. Иными словами, Чехия готова транспортировать странам Восточной и Центральной Европы американский жижный газ. Чехия подключена к магистральному газопроводу АПАЛ, который ведет к новым немецким газовым терминалам, которые сейчас простаивают в связи с низким спросом в Европе на дорогой американский СПГ.